книга открытым оком том 29 вопрос 4023 тема церковь какие доказательства того что рукоположение у несогласных с объединением мпс рпцз истинное случае чего можно ли к ним присоединиться отвечает игнатий тихонович лапкин есть документы и свидетели что рукоположение у тихона пасечника истинное как и иных малая малого стада коих уже до восьми названий хотя мы их вполне вмещаем мы вряд ли будем ими вместимы за наше желание жить по первоапостольским нормам деяния апостолов кавычки открываются 1 ноября по старому стилю 10 октября 1981 года в истории русской церкви состоялось историческое событие величайшей духовной важности архиерейский собор русской зарубежной церкви по прист под председательством ее перво иерарха блаженнейшего митрополита филарета вознесенского совершил соборный акт прославления в лике святых царственных мучеников и всех новомучеников и исповедников российских от богоборческой советской власти в россии пострадавших другим важнейшим деянием этого собора было исповедание полного духовного единства рпцз с гонимой богоборцами на родине русской истинно православной катакомбной церкви по постановлению этого собора было решено оказать посильную братскую помощь гонимой церкви российской в ее возрождении восстановление утраченного в годы гонений канонического епископата и церковного управления с этой целью по благословению свидетеля филарета архиерейским собором рпцз было решено тайно совершить для катакомбной церкви в россии епископскую хератонию катакомбного архимандрита лазаря журбенко для возрождения и руководства церкви в россии и таким образом восстановить каноническое церковное возглавление в пц это соборная миссия рпцз была успешно исполнила через полгода 27 апреля по старому стилю 10 мая 1982 года когда в москве на квартире катакомбной монахини феодоры была совершена тайная хератония во епископы и по и пц отца лазаря журбенко проведшего пять лет в сталинских канцелагерях за принадлежность к истинной православной церкви о том что решение о восстановлении канонической иерархии и пц на родине и харатонии для нее владыки лазаря были приняты на историческом архиерее соборе рпцз прославившим священном новомучеников и исповедников российских а также о том что хератония это совершено было не для рпцз а именно для катак церкви в россии свидетельствуют многочисленные а именно для катакомбной церкви в россии свидетельствует многочисленные документы рпцз тех лет первое синодальной грамоте рпцз от 3 по старому стилю 16 мая 1990 года об этом сказано следующее кавычки открываются архимандрит лазарь журбенко от российской православной церкви я же в катакомбах избран и священным архиерейским синодом русской православной церкви за границей утвержден и определен бытии епископом богоспасаемого города тамбова по чиноположению же святые апостольские восточные церкви содействующему всесовершающему и всесвятому духу в лето от воплощения бога слова 1982 года месяца апреля в 27 день в ограде москве хиротонисом архиеремия русская православная церкви за границей по восстановлению архиерейского собора 1981 года хиротония при освященного лазаря состоялась при особых обстоятельствах вызванных трудностями настоящего времени поэтому хиротония была совершена тайна при этом в синодальной грамоте и речи нет о том при этом в синодальной грамоте и речи нет о том что епископ лазарь должен подчинять подчиняться синоду рпцз а только лишь сказано что кавычки открываются в недоуменных случаях подобает и лепати есть просите совета и наставлений от архиерейского синода рпцз кавычки закрывается в кавычках просить совета и во всем опять снова в кавычках подчиняться синоду два совершенно разных понятия которые к сожалению со временем новым руководством синода рпцз были существенно искажены о чем свидетельствовал архиепископ лазарь в своем докладе архиерейскому собору рпцз от 14 по старому 27 апреля 1993 года синодальная грамота от 13 по старому 16 мая 1990 года была подписана первое иерархом рпцз митрополитом виталием первым заместителем 1 иерарха рпцз архиепископом антонием женевским и западноевропейским а также членами архиерейского синода рпцз архиепископом антонием лос-анджелесским архиепископом антонием западноамериканским и архиепископом павлом архиепископом Лавром, епископом Алипием, епископом Константином, епископом Иларионом и епископом Марком. Второе. В другом синодальном документе за номером 2-35Р и подписанном первым заместителем первоиерарха РПЦЗ, архиепископом Антонием Женевским и западноевропейским, секретарем архиерейского синода РПЦЗ, епископом Григорием Вашингтонским и Флоридским, епископом Варнавой, Ментонинским и епископом Марком Мюнхенским прямо сказано, что епископ Лазарь решением архиерейского собора РПЦЗ за 1981 год поставлен не для окормления приходов РПЦЗ, но, кавычки открываются, для возрождения и руководства церкви в России, кавычки закрыты. В 1981 и 1982 годах в подъеремной России не существовало приходов РПЦЗ. Они появились здесь лишь после так называемой перестройки и распада безбожного СССР в 90-е годы. Тогда же в Советской России существовали лишь сергианское МП и не признающая ее катакомбная истинная православная церковь ИПЦЗ, которая в результате жестоких гонений утратила свою иерархию и потому собор РПЦЗ помог для нее тайно рукоположить владыку Лазаря. Как сказано в этом синодальном документе, кавычки открываются, епископ Лазарь Журбенко рукоположен по постановлению Архиерейского собора РПЦЗ за границей «Вой епископа для возрождения и руководства церкви в России». Далее, кавычки закрываются, далее Игнат Тихонович пишет «Места священного писания». Книга Деяний, 14 глава, 23 стих «Рукоположив же им присвятеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». И второе послание Тимофею, 1 глава, 6 стих «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Роман, прочитанный моментами застрял, с опереживанием героям в неустройстве, как много там описанного зря. Но так с затянутой интригой все непросто. И обязательно в конце с чертой вопрос, а надо ли прознать чужие страсти, читая чуждое, духовно не возрос, с героями не остановлюсь, с героями не становлюсь я счастлив. Уметь ревизию и в простеньком творить, для пользы дела умно приторочить, на всем из слова вывести вердикт. Не наше – прочь, расправимся и спрочим. В нас очистители и сито, что к чему, имея навык разложить по полкам, налево-вправо разделять на чту, на пользу наше – прочь, в чем нету толка. Ломая принятые нормы стихотворства, за умностью сравнений не туманить, что нравственно разбрасываем горстью, раскаившимся указать на баню. Мистическая строго научет контроль, что не по Библии, не выездным пусть станет, безбожная во свете Библии пороть и обложить подобное неимоверной данью. От поучений нравственных читатель огражден, к нему реку из пасти змей пустил, душа язычница не пахана, как дерн, никто не сеет на асфальт настил. По молодости многое приходится сглотнуть, а после маются кровавою отрыжкой, как искренне под старость прежнее клянут, поняв, как многое тогда сглотнули лишнее. Читая Библию, о том не пожалел, она и временную нам облагородит жизнь. Весь мир литературный лежит в глубоком зле, почти во все влечет не вверх, а только вниз. 29 апреля 2008 год. Игнатий Лапкин